Мимир, можешь рассказать что-нибудь, если хочешь. Неужели мои речи лучше тишины? Что за удачный день выдался? Ну, раз ты спросил, я в последнее время вот о чём думал. Когда-то давно я в основном занимался тем, что наблюдал за смертными, приходящими в наш лес. Как-то летом один чудаковатый местный тан решил уединиться у нас в тесном кругу родичей и последователей. В лесной глуши они хотели достичь просветления, упорно изучая науки. Они даже поклялись отринуть все искушения, пока не станут мудрецами. Искушения? Ну да, женщины, припевка, больше женщины. Но всё быстро пошло не по плану. К осени их пыл пауки, а мудрости они так и не набрались. Однажды тан со своим братом отправился на охоту. И на берегу реки они повстречали даму, не хуже тех, от которых отвлеклись. Она молила о помощи, боялась, что бурное течение унесёт её при переходе реки. Тан без колебаний посадил её себе на плечи, перенёс на другой берег, поставил на земь, вежливо кивнул и вернулся к своему брату. Тот стоял столбом, лишившись дара речи. День шёл своим чередом, Тан охотился, а его брат стиснул зубы так, что едва не раскрошил их. Наконец плотину прорвало. «Брат!» – закричал он. «Как ты мог? После всего, чем мы пожертвовали!» «Как ты мог взять и нарушить наш обед?» «Как ты мог тащить на себе эту девицу, будто ты её конь?» Тан лишь улыбнулся. «Брат, я-то оставил даму на берегу, а ты несёшь её до сих пор». «Ха-ха-ха-ха! Ты посмеялся! Точно удачный день!» «Кромандария, гора!»